он рассказывает то время как там отца они в твоем там вот макдавс и еще один парень да я кстати помню мне так жалко устал какой-то такой не знаю забитый пумом честно вот когда я смотрел стрим он как то выглядел ну слишком слабенько прям кто то кто то макдавс нет второй раз так ладно всем привет я стартанул запись с вами но ксф и и украинстар собственно мы сейчас будем смотреть клан варрок скис против миллениум причем я сразу с расами угадал так сходу что будет зерк еще до за два часа до стрима итак слева абвер с цветами с цветами и с никами я не угадал ну абвер абвер кстати умер от хэппи 1.2 в этом умер от счастья 1.2 да 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 вот так вот бывает и так что мы видим что видим карта беллшир бич винтер в принципе не знаю мне всегда эта карта очень не нравилась против процессов мне кажется она она кстати более менее баланса в пользу муты тут очень много факторов на этой карте если именно в принципе да но опять же большинство игроков сейчас стараются играть через один старпорт с добавлением там двух трех фениксов после вайдрея чтобы на сто процентов же контрить муту потому что когда мута вылетит там уже будет три феникса вайдрей и первые восемь муталов они законтрыт без проблем но там даже то там обычно товар сталкеров все конкретно там суть в другом в том что имение старпорта тебе дает возможность застроить сразу же флиппикон сделать тот кред который редко кто делает но на самом деле он очень юзабельный знаешь я просто в шоке адель скотт делает шагер у меня еще я еще вижу то что он ставит кейт стенки тоже такая прохладная вещь самая прохладная вещь то в том что он в первый раз на своей жизни посылает разведку не ну надо что сидят авто спасти кита китайская что он подвеску тот который человек который не посылает ее вообще я практически так же но он нет я разведаю но доход отличился именно тем что вообще не надо это что он вообще никогда не не но я не могу так это сильно прохладно поэтому может его когда нибудь наверное я думаю не раз называли мопхакером за такой стиль игры не его просто шестым пулом наказывали постоянно и никто его не называл мопхакером да ладно поэтому все попроще как бы здесь ну да с такими гейтами знаешь тут как бы прибегает шестой пул убивает то есть бежит в рабов там чуть-чуть харасит и просто нет убивает пилот а то есть адель скотт попытается сейчас за фото есть зерга и причем дал причем аркады не видит лол как так вообще он должен потомку видеть он сейчас по любому ее увидели фатонку он но смотря где он не поставит это да да если он поставит она на носу опа видят и не видел наехал прохладно стал очень плохо мог поставить так что бандер не запалил на самом деле плохо поставь сколько раз так всегда лучше было в этот раз как то вообще не удалось и все они будут поехать на сколько дронов дронов много во вторых зилок уже где то здесь бегает или нет еще да он уже прибежал зилок почти да это халява это кстати халявный билд меня помню на 15 ухата пытались наказывать вот таким стилем но там не удалось я отбился вайтра очень классно играет вот против такого то есть он тоже делает похожий билд фатонки зил но у него как то получается это гораздо четче но все равно альвер не отобьется здесь ну по крайней мере не фокусит а дель битых дрончиков поздно фокусить начал ай хотя 12 собак в заказе посмотрели всегда фокусил всегда лучше было в этот раз как то ну вообще не фокусил ну хотя смотри зилот убивает двух собак во первых он на себя пока принимает урон и фатонка достраивается фатонка достраивается и не отменяется а то не отменяется но все равно здесь конечно умирает фатонка еще один зилот пришел ну нет нужно убегать нужно чтобы не затащить уже зилотами не знаю попытается работать и купить у него все плохо у агера все очень плохо да безработка посмотри что видит автор обе видишь что не сусо нет что стенка в принципе есть на стенку ущербная сейчас это ему дает в принципе мы получили что он может построить сейчас на халяву строить азарасово знает что может строить принцип хотя никто не отменял опять же до заказа зилков с частью построит пару зилков адрескот тем более что в любом случае агер уже улетает он может прийти а у зерго не может так случится что ничего не будет на базе в принципе ну да потому что отставание действительно очень неплохо ну хотя смотри сколько собак нужно рисковать нужно рисковать сейчас увой собак реально много ну фатонка в том как отсрается хотя зилот нет да даже если не успеть тут просто гейт тыкнется и все знаешь по моему успевает сейчас да гейт тыкнется или пилот в принципе нормально да все хорошо сейчас можно отменять уже как бы не страшно ну смотри какие сейчас опции у апбера раскачивать экономику кстати он отменил газ который он строил ну просто он увидел такую просто халяву от этого от адель скота и такой что не понял ну действительно не то чтобы это халява как бы ну вообще в фатонке это очень неприятная вещь то есть вот этим ну в принципе многие называют это имбой там вот как я я с сизом ну бластис ну s y z как ты там его называешь в общем он меня заигнорил в скайпе даже за то что я вам сказал что фотонке это не имба типа что от фатонива не отбиваешься направлением овера на натурал и выводом одного дрона он мне сказал что я ничего не шарю в Старкрафте что я должен его удалить и заигнорю в меня ну такое ну и че нормально ну т.е. человек который считает сута что это имба, короче то что я вам говорю дельный совет что он мне парировал на то что я вам сказал что выводи правку типа, не буду же я выводить дрона во все возможные места, где могут поставить фотонки. Ну да, правильно, смотрю, он же может за минералами поставить все фотонки. Нет, ну я имею в виду, ты видишь, вот там есть оверлорд висит такой на натурале, и он палит всевозможные места расположения фотонок, потому что фотонить как-то с угла... Именно для этого его туда ставят, но оверлорд воспользовался не самым лучшим образом. Не да, не да этот. Нужно как бы вот, чтобы как раз... Нужно же постоянно, чтобы он летал, смотрел вот эти вот все края, где могут стоять фотонки. Нет, ну самое идеальное положение, вот над будущей хатой, вот как раз, что бас окидывал. Но он именно там был, ну, был, с ним, бас, или он очень левее был. Левее, левее к этому. Ну все правильно, ну тогда да. Но все равно оверлорд быстрый третий ставит, и в принципе по экономике он уже лидирует. Ну, хотя не мудрено. Не в том, дело, что он лидирует по экономике, он сейчас очень сильно стоит по технологиям. У него только сейчас заказался газ, и доллара еще очень-очень далеко, в принципе. Да, лэр через 20 газа. То есть лэр будет там на 10, на 11 минуте готов только. Он через 20 газа пошел. Вот сейчас пойдет лэр, скорее всего, должен. На вот эту сотню газа он должен пойти заказать лэр. Но, потому что если адрескот был бы умным, он бы сейчас пошел в дарков, и просто авер бы немного отвалился. Не то, что бы немного, а сразу прям. Ну вот да, я же и говорю. То есть, ну авер должен как только вот возможность сразу заказать лэр. Потому что, ну, это, в принципе, не сильно бьет по газу, тем более, что не роуч варено у него нет, ничего. То есть, ну хотя вот он на эволюшн добавляет. Ну, очень поздно. Там по таймингу, если бы выходил адрескот в дарков, он бы уже в них вышел, по идее. В самых быстрых имеется в виду. Ну да. То есть, тут авер бы никак не успел бы ничего сделать. Ну, странно, конечно, играет авер, но он понимает, что нужно халявить, нужно за счет чего-то вытаскивать игру. Шесть гейтов сейчас у адрескотта, грейт плюс один доделается, и, в принципе, можно идти в подпуш. Нет, смотри. Странно. Нет у него, то есть, он зачем-то варпает сталкеров, хотя у него нет ни твилет канцела, нет, то есть, вообще никакого продолжения для, именно, в транзишенов этих сталкеров, никакого повода вообще нет. Ну, что, да, обычно, 7 гейтов пуш будет какой-то пуш. Нет, 6, 6. Ну, 6 гейтов. Ну, это странно, честно говоря. А зачем сталкеров варпать? Ну, если вы, это будет какой-то подпуш, но, мне кажется, это не совсем адекватный подпуш. Да, потому что, не, ну, в принципе, он адекватный тем, что у него есть преимущество плюс один по грейду на атаку, то есть, он может спокойно разбираться с собаками, но, что меня напрягает, то, что он варпнул не зилотов, а сталкеров, хотя, как раз вот именно зилоты. Как как-то слишком смело идет, адрескот вперед. Да, хорошо, вот и от него. То есть, он зажимает колеса собак, еще нужно накидывать, но он не... Вот, он сейчас их кидает. Да, филды отличные, филды отличные. Филды, да, вовремя, то есть, все вроде четко сделал, и зилоты подходят, но здесь это 1-0, скорее всего, в пользу Миллениум, потому что с заказом собак здесь никак не отбиться, из-за того, что уже есть целых 10 зилотов. А 10 зилотов могут убить до 40 собак, вообще. А тут еще смотри, какая армия остается у адрескот. И раучей, тут раучеварина даже нет. Пейлинги. Я не знаю, за счет чего собирается вообще, за счет чего он собирался выигрывать. Какие-то халявные 2 игры, да, быстрые. Не, он хотел, видимо, выйти в бейлингов и в инфесторов сразу, знаешь, вот такой, как типа в стиле демаги. Против меня сегодня точно так же играли, то есть, ну, в зельге, то есть там тоже такая вот была, я пушил, причем точно так же. Точно таким же вот этим наркоманским стилем. Ой, какой 1-0, хорошо, дал товар, пацан. Скорее всего, Абер надеялся на какой-то, да, бейлинги, собаки, плюс брюшные мешки. Да, но он, скорее всего, хотел, знаешь, что, ну, надеялся, что Адель Скотт не придет так рано, что он пойдет в колоссов, там пойдет какой-то тех. А Адель Скотт такой, на, я оффейс такой пошел. Ну, это правильная тема, в принципе, вы должны, если реализовать все его преимущества, вы должны просто подпушить его, посмотреть на его экономику, посмотреть, халявит он или нет. А тут немного не получилось, подпушить, получилось запушить. Да. Ой, какой взрыв хороший. Еще один взрыв. Он контроливал сейчас своих делов, мог потерять абсолютно всех на трех бойнах. И так потерял их, по сути. Кстати, у Аббера хоть ситуация сейчас и очень плачевная, но, тем не менее, если бы он тогда так жестко не отдавался, не сражался на третьей нычке, а сразу ушел, хотя ему не нужно было там драться. Нужно было третью отдавать, наверное. Да, и все, и тут бы он с Бейлингом и отбился бы. Ну, посмотри, как он сейчас. О, с другой стороны, не факт, что Адель Скотт продолжал бы свой пуш, как бы. Он бы сразу на второй нын пошел бы, то есть на экспанте. Не, не факт, что он бы продолжал бы. После уничтожения третьей, да? Да, он посмотрел бы, зачем мне нападать, у меня две базы, две базы на две базы, правда, всегда выигрывает. Поставлю я третью за свое преимущество. Да, сделаю такая колоссов и все такое. Да, и все будет нормально. А Аббускай, он сидит на двух базах, копит там своих собак, и ничего он не сделает. Ну и все, по лимиту очень низко падает тавер, проседает, к сожалению, здесь уже никак не вытащить. Конечно, до конца Леша дерется, но пишет ГГ и выходит. К сожалению, для Рукскиз счет становится 1-0 в пользу Миллениума. Французы вот так вот, не прощают. Я не знаю, зачем халявил Аббер, честно говоря. Возможно, он, опять же, Адель Скотт... А какие опции были здесь, кроме халявы? Как, нормальная 14-й пол. А, ты имеешь в виду вот в этом отношении? Я опять же повторяю, почему Аббер взял быстрый локас? Он знает, что Адель Скотт никогда не разведывает. Он знает, что Адель Скотт всегда играет через локас. Да-да, то есть и всегда, что он сидит там... А он Адель Скотт взял и сыграл агрессивно, и зерк отвалился. Ну а что? Все правильно делает. Он заставил всех думать, что он никогда этого не делает. Он заставил всех думать, что он никогда не разведывает. Он заставил всех думать, что он никогда не нападает первой. А потом меняет свою стратегию. Это знаешь, как Хэппи так вот резко играет, всегда там, знаешь, вот там, не знаю. Ну, Хэппи как-то это кривовато все получает. Ну, он же без тренировки того или иного билда, он не может, типа, хорошо себя показывать. Ну, знаешь, это вот как бы реально так Хэппи вдруг играет. Хотя у него было такое. Когда-то еще давно, еще в том году, когда мне Хэппи попался на ладере, я сидел, но он тогда играл только в инвизную бандшу. То есть я чисто дефолтно халявлю. Ну, то есть я делаю гейт, экспанд, роботикс. Ну, то есть самый стандартный способ отбивания от бандши. И мне прибегает пуш с пяти бараков со стимпаком на десятой минуте. То есть я не то, что был не готов. У меня было 10 сталкеров, 2 синтри и 2 зилота. Против его примерно 50 лимита боевого со стимпаком и щитами. И плюс один. С одной нычки. Ты к бандше готовился? Я чисто к бандше, да. Я просто, у меня 2 апса, там сталкеры стоят. То есть я халявлю грамотно. Также разведывать не нужно было, потому что в предыдущей игре с ним он делал чистую бандшу. То есть я и все игры, которые я вообще с ним видел, он играл только через бандшу. А тут 5 бараков, и я просто немного офигел, если честно. То есть это как бы вообще было неожиданно. Я даже не разведывал его, ну и как бы... Опа, сливка что ли будет? Сливка, фраер и друнин у нас? Кто такой друнин? Друнин это Абвер. А. Алексей Друнин. Точно. Артем Горовцов и Игорь, не помню как жил, фраер фамилия на самом деле. Турчин, по-моему. Вот так. Ну а имя, фамилия игроков в Миллениум я, если честно, вообще... Я знаю только, что и Луис Сатори, это Стефана, всех остальных я не знаю. Ну Стефана мало кто, наверное, не знает. Такая личность колоритная. Я не знал, кстати. Такой ты вообще. Нимба Форестер, кто это такой? Форестер. А, это ж тоже, да, МБТВ. Это ж вот этот как раз третий их, который там тоже, типа, подкачанный такой. Ну я понял, кто это, в принципе. Их там много, на самом деле. Да, их там, да, Чик-5 у них там в Стафе. Там они деньги рубят, на самом деле, вообще-таки отлично. Там у них подписка на Джастин, 14 баксов стоит. Футболки там у них покупают, МБТВшные. Не, ну раньше их смотрело, там не больше, чем 1500 человек. Ну раньше они вообще там под 500 человек, у них стабильная аудитория, они стримили Крафт Кап и там такое. Да, да, да. Потом они сделали своим БТВ, там уже их снова больше народу смотреть. А вот на Газеринге, на этом был просто какой-то прорыв, их там до 5000 или 8000. Не, не, там было больше 10, я помню точно. Больше 10 даже? Ну я помню, момент, когда там 8 было. Ну конечно, блин, МакДавс там выдавал вообще, он, когда он надел эти очки, такой сидит. Там даже скрин где-то у него был. Он там танцевал и так далее, но все это я помню. Ну это да, это МакДавс. Ну знаешь, зрителей как-то нужно при этом, при... привлекать. И так... Ну честно говоря, там некоторые, ну, он какие-то дебильные вещи, ну, вытворял, честно говоря. Да, это ж МакДавс, все нормально. Итак, всем еще раз здравствуйте, с вами Ноксель и UkraineStar. Мы продолжаем просмотр кланвара в ВПБ инкьюсив. А что он тут делает? Он перешел в рок-скиз. А, ты уже в рок-скиз? Ты что, не знал? Или в миллениум? Хотя я не знаю. Да он ли он так, знаешь. То за всех играет, то за других. Аймопскен? Конечно, может. Здесь... Рок-скиз-бобер? Нет. Рок-скиз-бобер зашел. Что за рок-скиз-бобер? Кто это? Майкер? Нет, это не Майкер. А, кто? Я не знаю, кто это. Бобер это Майкер? Нет, рок-скиз-бобер, ник. Что за рок-скиз-бобер? Майкер и гудгеймру, ник. Может, он себе новый ник сделал? Нет, он сейчас стримит в этот момент этот Айсхаммер. Ага. Я не знаю, кто это. Кто-то из троллей или, может, это Крафт? Там, я не знаю, кто это может быть. Ну, в общем, так. Итак, пошел на второй сет. Опять ждем от Адель Скотта немного ненормальную стенку. Она будет такая диагональная вдоль рампы. В диагонали, а не как вот она обычно, линия идет. Ну, вот как-то вот так. Кто-то куда делает всегда? Да, ну сейчас увидишь. Сливка у нас, насколько я знаю, играет Линго Фестер и Брудворды к минуте к 15. Ну, то есть, такой стиль, стиль очень-очень-очень грейда халявный, я бы так сказал. То есть, если грамотно таймингово пушить, там, с зелами и с этими, с колоссами, то можно очень жестко напрягать зерга. Но там есть еще опция при... То есть, если зерк увидит там какое-нибудь, ну, то есть, какое-нибудь неприятное здание, например, Робобей, то он может резко вместо инфистар не втыкнуть шпиль, и ты отвалишься просто внезапно. Кстати, Адель Скотт, знаешь, что еще любит делать? Он еще любит делать фотонки, прикрывать рампу тремя пиломами. А, да я никогда не играл в ЗВП с Аделем. Я играл в ПВП с ним, когда он играл не свой билд, а я играл его билд, и я выиграл. Это было самое смешное, то что человек, который имеет свой билд, играл в стандартный билд, а я играл именно в его собственный 20-й газ. То есть, там, два гейта, потом газ, потом кибернетка. То есть, ну, такой билд, который тебе позволяет сделать довольно быстрых зилатов, и которых там у тебя 4 зилата, 2 сталкера к любому пушу у тебя будет. Ну, естественно, там все позже, абсолютно все позже, но у тебя там будут уже фотонки, то есть, ты отбиваешься от любого пуша, занимаешь экспанд. Он, в принципе, не особо технологичный, но экономично очень такой сильный билд. Выгодный, да? Очень выгодный, да. То есть, сыграв в этот билд, он попытался меня пропушить, не смог, и я потом просто вышел в 4 газа, то есть, ну, 3 газа добавил, вышел в этих, в колоссов 2 роботиксов, и к его пушу с архонами у меня уже было 4 колосса с дальностью, и он ничего не смог сделать. Ну, нет, в этот раз стандартность. Хотя, может быть, нет, потому что он сейчас может поставить гейт вверху, или гейт между пилоном и форжой. Ну, то есть, смотри, вот он, вот диагонали, вот, видишь, вот как, от вот этой форжи до рампы, до левого края, вот обычно он застраивается именно вот так. Ага, вот так вот, да. Ну, это опасная стенка, честно говоря, можно архонами пушить спокойно вообще. Ну, то есть, да, снизу подсвечивать, там, одним рычем... Зачем подсвечивать? Ты просто заходишь, почему на этой карте почти никто никогда не пушит архонами? Потому что на рампу сложно подниматься, там, получается, что рампа... Потомка атакует сразу, да. Да, и потомка сразу атакует тебя. А когда, получается, на рампу можно спокойно зайти и подняться, то спокойно расстреливается потомка, и все. Итак, сейчас будет мешать постановке хаты. Адель Скотт, неужели он не поставит даже пилон? Он ставит не эксус. И не помешал. Ну, это ошибка. Ой-ой-ой, подожди. Хотя мне этот билдордор очень не нравится, честно говоря, от сливки. Ну, фишка в том, что он, конечно, хату расставит раньше, но у него гораздо позже появляется квина. И... Ну, как бы вначале нет такого количества минералов для того, чтобы реализовать квину. Я вот тоже не совсем, например, понимаю. После пятнадцатой хаты, например, когда появляются две квины, делать одно из них нужно всегда криптумор. Потому что, если ты сделаешь инъекции, по сути, ты как бы... Ну, у тебя эти личинки останутся еще будут долгое время. То есть, они... Такие есть, такие есть. То есть, нужно сразу ставить криптумор, просто у вас не хватит минералов, чтобы... Реализовать топ... Те личинки, да. Те личинки, которые у вас получились. То есть, как бы смысла особо в этом нет. Пошла сразу вторая квина, она... Ну, не успеет в постройке хаты, но она через криптумор как раз к ней дойдет. Если все грамотно сделать, конечно. Похожая стенка все-таки, вот как ты говорил. Нет, нет, это стандартная стенка. Ты думаешь, нет? Ну, посмотрим. Нет, он бы стал гейт вверху, над пилоном. Ближе к рампе он бы стал его. То есть, у него... Он смотрел сейчас сливка, что там... Делается вот... Забежал, да, увидел, что стенка все стандартно, у них не все, естественно. Он видел неаксус? Да, он видел стифотонка. Нет, не видел неаксус, ну... Ты уверен. Нет, не видел неаксус. Ну, при этом легко догадаться, что он там есть. Это как бы дефолт. Кстати, фатонка адреската очень плохо. Вот смотри, вот у него стенка обычно глядит вот так. Вот без этого гейта, вот представь, что это кибернетка, это гейт. Вот такая у него стенка, как правило. То есть, вот так. И зилат еще там становится в проходике, и все. Вот такая вот он обычно почти всегда делает. Ну, не знаю, вот эту вот стенку очень просто... Очень просто наказать раучами. Ну, то, что я видел, вот сколько раз я вот смотрел его игры, вот почти всегда он делает вот на шакуросе именно эту стенку. И так. Зря. Зря. Ты хочешь делать такую стенку? Зря. Так. И что мы видим? Что мы видим, третья хата от сливки, то есть все совершенно дефолт, но она позже пошла, да, я насколько понимаю, чем стандартная хата. Хотя нет, подожди, в принципе, это нормальная хата, нормальный тайминг. А, нормальный, да. Но я не совсем понимаю, почему сливка не делает газ. У нас тайминг для газа 4.50. Ну, то есть на 30, там сколько, 36 лимита примерно? А, ну сливка играет по-другому. Ну, тогда все правильно. Просто половина, ну не половина зергов, а часть зергов, вот как я, играя через один газ, они просто ставят его гораздо раньше. Да, для того, чтобы сделать просто один мув и потом снова убрать, да? Или уже потом добавить второй? Газ, который добавляется очень поздно. Просто фишка в том, что... У вас мув раньше. Если у вас 6 рабов, у вас, ну, как бы, это не сильно хорошо по минералам получается. А так у вас 3 раба все время работают. Во-первых, у тебя раньше скорость гораздо на собак, очень рано скорость получается. А от любого пуша у тебя уже, к любому пушу у тебя уже будет готова скорость. Ну, в принципе, да. Во-вторых, тайминги лейера у тебя абсолютно одинаковые, как и при этом в билде. То есть ты просто постоянно качаешь газ в магазилке, и у тебя к 7 минутам уже есть 100 газа еще и на лейер. Помимо того, что у тебя уже заказана скорость. То есть я в этом делу-дел, вот через 2 газа вижу несколько минусов, честно говоря. Ну вот, смотри. Пошел лейер, пошел сразу же роуч-варен. Но почему-то вообще должно 3 здания идти синхронно. Это эволюшн, лейер и роуч-варен, если то есть по дефолту. Ну, и что у нас здесь? Там тут грелочка профилактическая и феникс. То есть грелка, 2 феникса. Так это поднапрежь третью хату, как правило. Ну, к вину на ней и ее саму. Ну, это сложно очень сделать против зерк. Это невозможно сделать на самом деле. Потому что ты третью хату не отменишь, да, ты можешь убить к вину, но третью хату ты просто физически не можешь отменить. Разве что оверов похарасить, тем более, что сливка тут много оверов. Развесил, да, так знаешь. Кстати, вот я очень часто там слышал от многих стримеров, типа, что они там говорят, почему. Типа вот, да, особенно Empire Zerg, которого я частенько смотрю. То есть говорят, типа, почему там в Алмазе овера висят по всей карте, а в Грандмастере овера вообще все там в одной куче, там все на базе. А суть, ответ-то в том, что как раз в Грандмастере люди понимают, что при билде в Stargate твои вот эти развешенные оверорды, они тебе только в минус сыграют и все. Безусловно. А тут ты как бы можешь оверсиром там залететь, который у тебя где-то один там висел после начальной разведки, и все. Или потом уже оверсиром залететь. Вот как бы вот так. Ну да, продолжает хоро... Ну даже какой, один Феникс, он одного Феникса просто сделал. Ух, как смотри, какая у него траектория у Феникса классная. Слушай, опробок тем временем у сливки почти 80 рабов уже. Ну это нормально, и Гидроден пошел. 80 рабов, это просто пипец. Это хороший. И смотри, вот этот вот тайминг, это знаешь, стефановский тайминг, как я его называю. То есть сейчас, если нон-стоп заказывать рачей, ну только Макрохат я не вижу, он только сейчас добавляется. Если, то есть, нон-стоп сейчас заказывать рачей, то к 11-й минуте у вас будет 200 лимита рачей чистых. То есть рачей там с слингами. Но, естественно, без... Даже со скоростью, в принципе, там, к 12-й, да. Это опасный билдор, да, в любом случае. Ну, скажи, это Стефана, который выигрывает почти всех тосов, с которыми играет. Нет, после третьей... Если человек против тебя играет в иммортелов, колоссов, сталкеров, то это опасный билд. Если так, как играет Элли Скорс, и сейчас занимает довольно быструю третью локацию... Он ее потеряет сейчас, он никак ее сейчас не защитит. Даже форс-лдейстер раскинет. А тут придется отменять. Да нет, смотри, нормально. А нет, все грамотно. Мне кажется, или... У меня, мув есть, но как-то... Не, все равно должен потерять. Слегка почему-то сейчас отбежал. Я не знаю, зачем, но... Ой, или теряет всех собак. Ай-яй-яй. Ну, это не столь большая потеря. Это вообще не важно, на самом деле. Но все равно неприятно. Ну, каждая потеря может играть, конечно, свою роль, все-таки, даже самая небольшая. Но все же, на этом этапе игры это не столь важно. Вот сделал гидропрофилактический сливка. Это, кстати, правильно. Потому что вот в последнее время я вот заметил такую моду, да как в Корее, да я и сам так начал играть. То есть ты, когда выходишь через Старгейт, ты делаешь грелку, 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 потом добавляешь уже фениксов. И когда уже человек такой, знаешь, вот он видит там, ну, то есть ты сделал три грелки. Если ты потом, залетая фениксом, видишь, что у него нет гидродена, ты продолжаешь делать одних грелок, да даже, в принципе, ты в любом случае продолжаешь их делать. И в это же время у тебя идет транзишн в колоссов. И вот с таким билдом, то есть с этим, мясо гидовое, куча грелок, колоссы, ты пробреешь зерго, то есть просто профокусируешь гидру, и у тебя просто нереальнейший ДПС будет по земле. С там, с шестью-семью грелками, с плюс-один, это очень жестко, на самом деле. Да, знаю, такие пуши очень серьезные, на самом деле. И, то есть, если человек не добавляет гидру, то это просто жесть. Если он ее добавляет, то все равно, в принципе, этот пуш очень жестко окупается, при хорошем контроле колоссами. Но вот без добавления гидры, с попыткой убивания инфесторами, это, поверь, это такая прохладная история. Потому что масса-воздух Тоса зергу очень тяжело убивать в лите. Очень тяжело. То есть, если там такой транзишн в пять-шесть тергейтов, то есть там, я уже на себе очень много раз проверил, когда ты просто не знаешь, чем его убивать. Там те же караптеры разваливаются от грелок. Инфесторы, вроде бы, да, классные, но наземная армия убивает инфестор терминов просто, ну, очень быстро. Поэтому у Тосов, ну... Сливка. Почти секс-то писал. Почти. Да-да-да. Секс-то не приспросил. Такое вообще отрискот. Тролль, тролль. You so beautiful написал. Ну, это слишком толсто сейчас было. You so beautiful. Надо You so sexy писать в таком отношении. Ладно. Итак, сколько? 65 рабов от Искотта. Он, кстати, насколько я понимаю, он... Да, посмотри, какое идеальное количество рабочих у него. 16, 16, 16. На минералах не больше 16 на каждой нычке. Ну, я не считаю... Я не думаю, что он сильно так рассчитывал. Просто так получилось. Нет, он у него всегда в каждой игре такой... Он следит за этим. Ну, просто суть в том, что это ущербно. Знаешь, почему? Потому что я это проверил на примере PvP. То есть есть люди там, которые, знаешь, там... Играют там с 22 рабочих, там, 2 газа, 16 минералов. Типа, это идеальное количество, но... Нет, на самом деле идеальное это там 18-20, по-моему. Вообще идеально это 30. Потому что имея 30 рабочих, у тебя инкампседной базы 900 минералов в минуту. А играя в 16 рабочих, у тебя чуть-чуть больше, чем 600. И у тебя просто там даже буквально, если там у соперника, например, на одну базу, то есть с двумя газилками, у него 28 минералов, а у тебя... У тебя 30, то есть всего лишь на 2 рабочих меньше, которые... То есть больше, точнее. Которые дают большой штраф, там. Ну, они очень мало, кажется, приносят. Но, тем не менее, за 10 минут это преимущество выливается больше, чем в 1000 минералов. Так что, ребят, как бы достраивать рабочих можно всегда. Ну, естественно, там, когда их не становится критическое количество... В любом случае, их всегда можно будет перевести на новую нычку. Да, вот. И вот как раз вот это вот я и люблю делать. То есть... То есть всегда рабочие... То есть я обычно на нычку выхожу с 3-4 рабочими. Смотри, какое забегание рычами сейчас планируют сделать. У нас адрес... Ой, адрескот, сливка не подрежет колосса. А ну вот слишком много лучей, как бы. Колосса может убить. Скорее всего, не получится это сделать. Да, колосс просто уходит. Да, хороший блинк. Все, просто отдача лимита. Ну, это правильно, потому что сейчас нужен лимит для того, чтобы делать новых бордлордов. О, уже есть Грейспайр. Слушай, я думаю, что он еще не дожил до него. Оказывается, все нормально. Не, уже все шикарно у сливки. И говорю, этот его билдордок такой. Вроде он делает рычей, но он делает их мало. В основном, основная армия у него собаки и инфесторы. Ну, какие-то гидры немножко он вынужден был сделать. И смотри, что сейчас делает у нас адрескот. Он думает, что у него сейчас все хорошо, но у него на самом деле сейчас очень... Он ошибается. Ну, правда, тут проблема от сливки. Зачем он своих оверлордов оставил в центре карты? Он сейчас залезет в красный лимит. А зачем он сейчас с санки перекапывает? Вот вопрос. Блинка хороший под бордлордов. Фокус через shift. Но... Не разваливается все равно тут протез. Развалился с протез, да. К сожалению, здесь... Сейчас до заказ еще пойдет. И лимит пока ровный, конечно, но сейчас пойдет до заказ. Где до заказ от сливка? Какой-то очень маленький до заказ. Где подожди, по потерям нифига. По потерям оказывается, что протез сейчас значительно позади, чем сливка. Да. Ну, на тысячу всего. Ну, да. Но сейчас-то будет увеличиваться этот? Нет, смотри, колоссы умирают. Смотри по лимиту. До заказ 35 роучей. Да, нужно убегать. А почему? Адрескот забыл. Он забыл. Два иммортала и два сталкера. Как так можно вообще? Ну, а почему стоит сливка? А он думает, что это люди. Он не окружил даже. Он их просто тупо начал атаковать. Но все равно забрал он этих двух имморталов. Тем не менее, у Адрескота, кстати, какие там грейд? 3-0, да? Да, 3-0 грейды. Вот это неправильно. Нужно, я вот считаю, всегда. Как только вы это делаете, третий грейд на атаку, я так, в принципе, и делаю. Вы сразу же втыкаете вторую фаржу и делаете уже... Ну, и сейчас может быть большая отдача, этот Адрескот. И она будет, да. Зажимаются колоссы, зажимаются сталкеры. И, скорее всего, Адрескоту здесь не выиграть. Слишком смело он вперед пошел. Одна фотонка не спасет его от такого фиаско. Он пытается отблинкиваться. Вроде неплохо контролит, но, к сожалению, по-моему, у него не хватит даварпов, чтобы... Сейчас через фокус лексус убьют. Да. Ну, однозначно тут ничего уже не делают. Все, Сливка может просто уходить. Что он и делает. Нет, он разворачивается. У этого у Адрескота было все неплохо, скажем так. Колосс появляется, но уже все, конечно. Не фокуситься. Колосс, смотри. Колосс должен сейчас был бить в центрального из всех рачей, нанося урон сразу девятью. Да, в принципе, это все равно. Тут слишком большое преимущество. Выбивается главная база. Четвертая база даже ничего не достроилась. Поэтому, я думаю, Сливка там прекрасно понимал, что, в принципе, у Адрескота уже фактически шансов нет. Поэтому особо я не старался контролить. Ну, опять же, ошибка в чем? Отдает двух инфесторов сейчас, но, в принципе, это уже не важно. Не было основания у Адрескота, чтобы нападать на двух стройных. Ведь он должен был понимать, что у Зерга должен быть гигантский подзаказ. Гигантский. Ему нужно было сразу же отходить, и все. Я когда-то тоже очень много ошибался. Я, по-моему, даже когда против себя играл, я вроде убил твой лимит. А потом, ну, это было еще давно на Талдориме, я убил твой лимит, иду в атаку и просто умираю от подзаказа. Ну, я как-то не знаю. У меня эйфория началась, типа, что я разобрал Зерга, у меня еще осталось так, лимита 150, я сделал до варп сталкеров и развалился просто от 60 роучек, которые просто подзаказались и пришли, меня убили. Ну, такое, в общем. Поэтому сейчас такую же ошибку сделал Адель Скотт, и сейчас, к сожалению, он теряет сразу две нычки, и играя уже две в пять, в пять уже... Скорее, скорее, одна в пять. А, ну да. Одна в четыре тогда уже. Ладно, тогда одна в четыре, согласен. Сейчас, смотри, слегка втыкает с рабами на мейне, но это уже, в принципе, вообще не важно. Он уже здесь... Он вспомнил про них. Перевел. Сразу так много довольно рабов, целых 19 штук. Тут еще гадят оверлорды. Кстати, очень мало людей в лейте делает великолепный грейд, называющийся... Не буду его называть, но, короче, на скорость оверлордом, который позволяет им, ну, довольно мобильными оказываться. И чем плюс вот этого грейда? В тем, что вы можете его использовать, то есть просто с оверлордами вместе путешествовать и гадить, создавая слизь, которая позволяет вашим эскам... Да нет, это не очень классная сила, на самом деле. Потому что... Или хотя бы вот... Они оказываются под атакой, и вы просто теряете огромное количество минералов, и теряете, залазите в красный лимит. Не, ну, вот как помнишь, Тефель мы с тобой смотрели, вот, про ШКВ, там, Бласт против Absolute Legends, когда Тефель, вместо того, что простягивает криптумеры между третьей и четвертой базой, он просто развесил там всех своих оверлордов. Ну да, это так можно, конечно, использовать. Ну вот я вот именно это... Ой, смотри, какие филды четкие так, раз, два, три, через шифт, по-любому кидал сейчас Эдель Скотт, потому что, ну, как раз там они вот были такие вот, ну, на тайминге одной в СН3, ой, и как он ловит неприятный Микос, заблинкиваются сталкеры, но просто... Да, не очень заблиннулся, прям, не по фэншую. Да, 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 и КГВП, 1-1. Рокскиз, 1-1. Ну, сложно было что-то сделать, как бы преимущество слишком большое было у Зерби. Да, после того размена им нужно было просто отходить, и все, и занимать свою четвертую, и делать уже мазершип, ну, точнее, флитбек, а потом уже мазершип. Ну, честно говоря, даже не факт, что после этого размена, ну, да, скажем так, вот Дескоте было не все так плохо, но все же у Сливка, в моем случае, осталось небольшое, конечно. Но он еще не проиграл, однозначно, он проиграл в тот момент, когда он пошел на третью базу и позволив себя зажать с двух сторон. Да, да. У него все было, ну, как бы... Конечно, там, у Патеремологии Сливка был впереди, то есть у него там были бродлорды, все дела. До Мазершипа еще было далековато, честно говоря. Если было Дескоте получилось бы даже до Мазершипа, то, может быть, там он бы как-то еще и послалил. А, у меня до сих пор Аббер с Абберсом-то играли. А там был Сливка. Ну, у меня, короче, в этом не Абберс был, а точнее, не Сливка, а Абберс был. А, ну, ладно. Ну, ладно, че, что страшного-то. То я вроде бы... Да я, по-моему, Сливка, нет, Сливка был с другого цвета, насколько я еще понимаю. Но это вообще не важно. Сливка молодец, Сливка выиграл. Сейчас у нас 1-1, нас приглашают в следующую игру. Так, и это Долл Сайд. Блин, как я не люблю эту карту. А против Зерга так это вообще. Сейчас главное, чтобы не протез был у... Кто же, кстати, будет у команды Миллениум? Че, такой хоп, Стефано заходит. Я бы на ЗВЗ посмотрел бы Стефано, Сливка. Стефано не так часто, кстати, играет на кланварах. Ну, он играл здесь уже. Пару раз он здесь точно был. Ну, сейчас, скорее всего, какой-нибудь Дайстар или Тарсон. Ну, то есть, или кто-нибудь. В любом случае, здесь с Зергом против Тосов и Тернов играть одинаково. Одинаково сложно играть. А, или сейчас хоп, Драгон такой, знаешь. Хоп. Не, ну, Драгон, ну, не, вряд ли. Почему? Драгон слабенько играет. Драгон молодец. Ну, может, он и молодец, но играет, ну, слабенько. Ты попадался с ним, да? Да. Я тоже с ним попадался. Я, правда, он проигрывал все игры, но там, на самом деле, он просто берет, знаешь, на таком, что он безумно халявит. Просто безумно. Когда он, когда у меня было две нычки раскачанных на Шакуросе, у него уже было 7 ЦЦ, и при этом два, два, две полностью раскачанных базы на 6 и на 12 часах. Вот это вот было просто... А-а-а. Я когда... То есть, он строит, ну, еще маленького, отправляет их через атаку. Да, он там, у него КСМ больше, чем у тебя боевого лимита. Ну, там такое, к правилу. Короче, Сливка его должен по-любому затащить. Ну, сейчас посмотрим, кто будет, на самом деле. Хотя Драгон, вроде, рандом, да, он может играть за Тосов и... Не, ну, вообще, он тиран, в основном. Ну, то есть, у него профилирующие... Вроде слышал, что он играет за всех там. Ну, мы видим Дай Стара на канале, но он в игре. Next Fire is Dark Star. Но он в игре. Дай Стар это польский протас. Ой, протас, тиран. Да, он все-таки хочет ладер доиграть, я так понимаю. Ну, или что, он там играет. Ну, он, короче, довольно сильный. Он не... Он сейчас кастом с кем-то играет. С нормалом. Угу. В ПВТ играют с нормалом, я понял. Или это не кастомы? Да, Дай Стар сильный. А, это, это, скорее всего... А, я понял. Сейчас же идет в этом. Сейчас же идет отборочный на польскую World... Ну, короче, на польскую квалификацию к Blizzard World Championship. Короче, к Blizzard ВЦГ, я понял. Да, 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 да. Именно там. Там будет ривиз, насколько я понимаю. Дай Стар есть недостаток. У него слабенькая микро. Но понимание игры у него довольно... Да, он вообще очень довольно сильный игрок. Вот. Ну, у него есть такая одна стандартная стратегия против Зерга. То есть, если Сливка ее знает, то он может с легкостью его законтрить. Это вторая быстрая СССР. И две факторочки и Маск Елеон и Синим Пламенем. Это стандартное открытие со стороны Дай Стара. В принципе, он почти всегда в нее играет, в эту стратегию. И, в принципе, в принципе, билдордер Сливки полностью контрит этот билдер. Ну, Сливка очень-очень-очень быстро выходит в хайв. Ну, так вот как... Он, играя через драучи, он без мута играет. Роучи, бавильные ноги, собаки. Да, и это довольно быстро часа тоннечка, и сразу выход в хайв и бэтлорды. Сколько, если я так помню. Ну, смотри, я довольно давно уже видел его. Ну, если Дай Стар это знает, то он не будет играть свою страту, как бы. Да, потому что Роучи, ну, немного против Гелеонов. Ну, не то, чтобы это знает, если он... Хотя, на самом деле, критическое количество рачей... Точнее, Гелеонов убивает рачей вообще, там, за залп. Причем с флэшом. Ну, одного, да. Не одного, там, когда их... Ну, до 10 штук, там, если там действительно Гелеонов 20, то там Гелеоны все убьют из-за их огромного сфлэша. ДПС все-таки, как вот ты знаешь, пуш в ТВЗ. Эти Гелеоны и Мародеры, там, главные как раз эти... Главные ДПСеры, это как раз Гелеоны. Я помню, в одном из пачей, когда давно еще, у Тараканов было радиус 3 атака. Раньше 3, да. Там Мародеры, просто Мародеры. Просто Мародеры, там Гелеоны хидден ранили против Роучей. И Тараканы не достреливали до них, понимаешь? А, один Гелеонов убил лимит рачей такой. А, блин, это жестко. Ну, когда-то Гелеоны, точнее, Роучи были еще в бете. Насколько я слышал, они были по одному лимиту. Так, заказал рачей. Это классно, да. 100 рачей заказал, пошел в атаку. 120, да, 120 раучей там. Это все, я бы повесился, если бы сейчас такое было. Сейчас ты... Ну, извини, там Ранж 3, ну, против Тирана это классно, конечно. А против Тоса, там Форст Силдера скинул, ни один раучей не стреляет вообще. А, закопался в Роболсу и все. Несмотря на каком этапе, ну, опять же. Ты 120 раучей часто в середине игры заказываешь? Ну, там... Я помню, я там такие игры вытаскивал за счет огромного количества раучей. Там, в реальных, очень много получалось. Ну, вот именно. Ну, это была, согласись, это была имба. Ну, ну, не знаю. Ну, не знаю, да, это нормально. Лучше вообще раучам лимит убрать. Лучше бы оставили так, как и было. Конечно. Ну, да. Ну, почему бы и нет? А протосом верните старый варпгейт. А что было с ним? Там он, по-моему, или 100 секунд делался, или что-то такое. Ну, а сейчас. То есть там варпгейт муж был такой, знаешь, пришел там и зерго первоплетка строится, а у тебя уже варпгейты. Я помню, помню этот момент. Тогда почти каждая вторая игра это 4 ВГП была. Каждая игра, я думаю. Ну, я не застал этого, к сожалению. Процентов 70, наверное, точно было. Ну, это был тот месяц, когда у тосов... Это так раз вот опустили. У тосов резко винрейт вдруг возрос. Единственный месяц, когда у них был винрейт выше остальных рас. Потом он снова свалился. Но когда я посмотрел винрейт в Корее у тосов за апрель 2011 года, у меня началась истерика просто. Я там... Я чуть ли не плакал. Короче... Что там такое было? В ПВЗ в Корее протосы выигрывали в 28% игр. В ПВТ протосы выигрывали в 31% игр. Просто зерги молодцы. Ну, и терраны тоже. То есть, общий винрейт тосов был что-то около... В районе 30%. Ну, то есть, это самый низкий показатель вообще. Ну, это, блин, такой... А, вот такой имбадут. Теперь я знаю, кто это. Кто это? А я просто помню, он был на этом... На газоринге такой имбадут. Он норвежец, насколько я... Он хэппизергат катанул, по-моему. А, да-да-да. Да-да-да, точно. Он протос. Да, это он его прокатил. Причем он протос. И... Ну, да, по иконке, в принципе, понятно. Ну, короче, я вот помню, что он... Откуда-то я знаю этот ник, что он несущий ноунейм. Вот. Я с ним в ладере просто играл. И действительно, так и есть. BX3... Что за клан BX3 вообще какой-то? BX3, это когда-то бывшая... Бывая команда когда-то по доте, Rangers. Я еще... Откуда просто я знаю про BX3? Они вот стали вдруг вот это вот BX3. И это, насколько я знаю, такая норвежская или шведская организация. Киперспортивная. Типа, которые вот развивают... У них StarCraft состав и Dota состав есть. То есть, у нас больше ничего о них не знаю. Там вот есть Snow довольно неплохой. Grandmaster Terran. BX3 Znow. И так вот. То есть, ну там вообще много у них довольно неплохой такой состав. Ну, естественно, там составы русских команд посильнее есть многих там. Ну, для Европы играют довольно неплохо. Хотя я их нигде не видел на самом деле, кроме ESL. Но у них такой неплохой средненький состав получается. Ну да, там, ну знаешь, все топмастеры, грандмастеры. Это не типа там NSG, где там был Nafi, там Neo Angel и все остальные просто кто такие. Просто заходишь и кто эти люди там. То есть, или как Имк тоже там Дейша был. Ну, когда он еще не был в Экалипсии. И все. И кто остальные, и вообще никого не знаю. Я снова отведу на минутку, буквально вернусь. Так, опять Ukraine Star отошел. Итак, счет у нас 1-1. В первой игре Адель Скотт переиграл Аббера, во второй игре Сливков взял реванш. 321 зритель, всем, собственно, привет. С вами Noxel, с вами GoodGame.ru. Также еще здесь по соседству со мной есть Ukraine Star, который сейчас отошел. Ну, и мы ждем, пока... Ну, мы ждем, пока у нас Дайстар появится. Насколько мы... Так. Ну, насколько я... Давайте даже глянем. ESL EU. Вот она. У меня прям даже открытая эта ссылка была. Сегодня смотрел. Итак, что мы смотрим? Нерчо тут всех... По всем прошелся. И сейчас Нерчо с Параноидом полуфинал... Нет, четвертьфинал, да? И Ман... Нет, это полуфинал. Кстати, смотри, там довольно интересно у нас в Польше. Нерчо с Параноидом и Мана с этим... С Дайстаром у нас полуфиналы. Вот так вот. Кто там... Кого? Кто-то там отвалился. Тарсон умер от... Тарсон проиграл Параноиду? Интересно. Креатор? Кто же это такой? Ну, тут у него легкая сетка довольно была, я смотрю. Так. Нерчо, Форте... Нерчо. Ну, террор... Вот у Нерчо был террор. Единственный тяжелый оппонент. А так больше все кто такие. Так. Кебабы, кебабы. Что там за... Троллинг от Имбадюда? Да я не знаю. Он типа говорит, что... Что в это делать? Вот я сижу, ем и кебаб. Такой. Ну, Дайстар играет. Продолжает играть. У него полуфинал против Маманы. Кстати, как он первую игру сыграл? Проиграл. Если он еще посидит минут пять, то, в принципе, может... Рискует получить Техлуз. Нет, Техлуза здесь не будет. Почему? Мы ждали в первом раунде еще, когда вот мы были в МТЛ. Когда была в Зерга, мы в четвертой игре ждали чуть ли не полчаса, а то и больше. Ну, он играл ладер тогда. И разные, вообще-то, части турнира были, этапы турнира. Нет, это все еще идет, типа, групповая стадия. Ничего себе. Ну, то есть, это предпоследний раунд, то есть, еще будет раунд, и потом уже пойдет плей-офф. Так, Мана, Мана выиграл Дайстара. Как раз здесь, а как раз сюда зашел. Может, они решат Тарсона поставить все-таки? Да, Тарсона приглашают, да-да-да, ок. Значит, Тарсон. Тарсон на минус морали проиграл параноиду. Да, Тарсон параноиду проиграл, это вообще. Ну, Тарсон, так понимаю, забивал как-то, потому что его нигде не видно, не слышно. Ну, Тарсон такой, знаешь, я помню, еще я помню, как он четвертое место взял на, этом, на Invitational, на Battle.net Invitational, европейском. Я вот его оттуда просто запомнил, потому что он там, ну, тащил, молодец, и все. Так, всем еще раз, здравствуйте, но мы извиняемся за задержки, но, к сожалению, мы тут ничего не можем сделать с этим. То есть, ждем мы Тарсона, Тарсон пендинг, то есть, просто ожидаем, пендинг смысле, пытается присоединить точение, ему кинули, ну, это нескобук, я не услышал. А, одну букву, точнее, да? Да, да, да. Лоунау спрашивает, Тарсон. Эй, Тарсон, давайте, давайте поднимем настроение, попытаемся. Он классный парень. Такой взрослый, он за 30, насколько я знаю. Ну, и точнее, сейчас. Кому, кто за 30? Ну, Тарсон, он. Да нет, это чего? Он выглядит таким мужиком, так. Он выглядит, да, а на самом деле... 20, 26, 26, его. Да, выглядит там, да, точно. Блин, я думал, ему реально под 30, ну, ну, не за 30, а под 30, где-то так, 29, может. Он реально такой, знаешь, такой мощный такой, кажется, что действительно такой уже. Да, четвертое место, проиграл он на Неве. Кто, кто, кто? Ну, Тарсон, на Батонна Тинвитейшнл. На Неве программу за четвертое место. Еще правильно, блин, на него. Они на него. Но, блин, на Наниша, на Наниша, да. На Наниша. Семьли, квитнет. О, Sky, Sky, это такой, по-моему, олдскульный игрок, вроде бы. Он еще с Батон, по-моему, играл. Если я не путаю его ни с кем. Кто, кто, кто? Sky. Sky, да, это очень, очень давно у нас играет. Ну, точнее, насколько он 2 на 2 игрок, но играет 1 на 1. Ну, точнее, когда-то играл. Ну, вообще, он, да, 2 на 2 шер. Такой, у него даже вот сейчас карьеру глянем. Он, да нет, он чисто... Это новый аккаунт, наверное. Он когда-то был, да, это новый аккаунт. Я просто помню, он еще с бета сам, чуть ли не сам. Опа, опа, началась игра. Тарсон против Сливко. Так, Сливко, Сливко. Ну, не просто будет. Тарсон, какого цвета? Красного, да? Да. А Сливко цвета волны. Да, я понял, этого, бирюзового. Волны. Это волны. Цвета голубой волны. Я волна, новая волна. Так, ладно. Итак, карта Долл Сайт. Ну, я тут вообще не шарю в ТВЗ, но я имею в виду, кому преимущество отдать, вот честно. Так, слушай, а говорят, Сливко хочет ник поменять себе? Ну, я не слышал про такое. А че он, кто он будет, этот, Рокскиз Чак Норрис? Не знаю, как. Ну, хотя, ну че, нормальный ник, по-моему. То есть, его все знают под этим ником. У него даже на этом, на южноамериканском сервере ник Сливко. Ну, куда менять-то, а? Не знаю. Ну, я слышал просто разговоры на стримах от Майкера вроде бы. Потому что он троллил. Да не, вроде, хотя там и даже писали, писал, попросил, чтобы придумали ему никнейм. Так что, нифига это мне, это правда. Рокскиз Зерк. Рокскиз, да, там, кстати, есть даже тема где-то на главной странице, что пишем ее идеи для Ника Сливки. Я не видел такого, если честно. Ну, ты невнимательно смотрел. На самом деле, да. Может быть, все-таки Сливко забил и решил оставить то, что есть? В принципе, не к ней нормально. Ну, короче, сейчас спросим у него после этой игры. Давай, так бы, по-моему, самая резонная такая вещь, которую, в общем, можем вынести из этого. Итак, что мы видим? Никаких часов нет. Ну, по крайней мере, пока Сливко не шестипулит. Тарсон не шестиборачен. Еще не поздно сделать десятый пул. Все нормально. Алло, алло, алло. Да-да-да, да-да, я просто задумался, думаю, этот Тарсон не шестиборачит, не все нормально. Да, тут есть такой интересный билдордер, прям, когда у вас пул достраивается, даже на подъеду не достроен, к вам уже Маринус пробегает. Это шестойборак, что ли? Ну, да, против мяток играл человек. А, человек, который госустав, человек? Да-да-да. И как? Ну, все-то рабами отбивается. Ну, да ладно. Серьезно? Вот если бы там, не знаю, колосс прибегал такой, это еще ладит. Там, ну, Сталкер, если бы прибегал, вот это было бы четко. Но, к сожалению, Маринус как бы немного медленный. Если бы у него была скорость выше, чем у рабочего, тогда еще ладно. Не, ну, в принципе, Сталкер, по идее, может так прибегать, если сделать прокси-гейтвей. Прокси-гейтвей, да, и при этом развиваться нормально. Да, да. Ну, и, естественно, если человек идет в пятнадцатую хату, как вот сливка. Ну, и сливка, как бы, естественно, ТВЗ пятнадцатая хата, это стало уже очень давно дефолтом. Очень давно. Так как все, что вы, все, что по-другому, оно идет вам во вред. И пятнадцатая хата, в принципе, отбивается вообще от любого алына терна. Даже от двух бараков при грамотном исполнении. То есть, если там правильно поставить во время плетки, вы просто отбиваетесь в любом случае. Но, хотя карты с таким натуралом, я бы так, конечно, не сказал. То есть, например, на том же Шакуросе, я вообще не представляю, каким нужно быть, чтобы умереть от двух бараков. Там или в двадцатый пул надо играть, или я просто не понимаю. Ну, пытается сливка разведать. Вот, он не знает на сто процентов, там, два барака или от цеха. Ну, думаю, что он догадывается уже сейчас. Ну, он заехал, не увидел казов. Ну, да, но он видел, что рабочих, в принципе, не так мало. Думаю, посмотреть на рабочих, да, и понять, что... Ну, обычно там двенадцать рабочих, да, по-моему, при двух бараках, то есть, строят. Ну, они в любом случае подстраиваются, там. В любом случае, какие два барака, просто есть разные тайминги. Есть такие более алынные два барака, а алынные есть... А есть чисто, чтобы попробовать, да, подбункерить, так вот этот самый... Повезет, не повезет. Кстати, вот эта вот, вот эта КСМ-ка сейчас рисковала умереть. Когда вот вы проезжаете между рабочих не на минерал-волке, то у вас очень легко зажать. И даже если вы нажмете на минеральчик, просто второй удар нанесут вот это вот огромное количество этих склейских тварей, которых мы все называем дронами. Вот, они нанесут второй удар, и просто такая КСМ-ка не успеет никуда выехать, к сожалению. Ну, то есть, так вот, такая вот ситуация. Поэтому лучше, если вы ездите между рабочими, ездите на минерал-волке на дальний минерал. Потому что, ну, это действительно профитная штука. Не, ну, нужно как бы... Сначала он на дальний минерал, а как только он до центра доезжает, нужно сразу на мейн себе на минерал. Ну, да, ну, я имею в виду там вот так. А вообще лучше всего добыть с крайнего минеральчика некоторое количество минералов. Ну, то есть, а потом, когда-то вы уже будете проезжать, и вас попытаются окружить, просто нажимаете С, и он назад едет к себе, к Нексусу, там, ну, в смысле, к Нексусу, к этому. Ну, как вариант, да. Тоже такая, что, ой, тут собачки прибежали. А все, когда-то знаешь, халявит неплохо, но, в принципе, он знает, что там Нексус, и понимает, что тоже нужно халявить. Опять же, он не ставит газ. Он не ставит газ. Да, да, да. То есть, он собирается играть без скорости, собирается играть с крейсом роучей. Не, ну, роучей для России тоже газ нужен, ты знаешь. Ну, да, но... Я не слышал, но, в любом случае, так рано газ для ручей не надо. Ну, нужна быть плетка, потому что, по-моему, гиллионы такие, да, гиллионы будут. Да, гиллионы будут уже строить, сейчас заказан первые два гиллиона, и, однозначно, мы же ставили будут. Может быть, это будет и передо, а может, и большая, ты знаешь, что это может быть. Знаешь, он за счет Квин собирается добиваться, трепеник, кстати, это нормально, вполне. Ой, аллога, этим пойдет. Тик-тик. Я уже испугался, думал, это я. Да, помнишь, прошлое, прошлое, это, прошлое Кванвар был просто эпичен, там, по накалу страстей. Мы час, час разбирались с тем... Кто лагает. Кто лагает, да, и этот Бэби Найт вообще не хотел ни под каким предлогом продолжать игру, но таки ее продолжил и проиграл. Вот так вот. Итак, что мы, в принципе, видим по игре? Сливка халявит, халявит очень сильно, но добавляет два газа уже, в принципе, и даун. Такой же страта, как и против противца у него, честно говоря, по-моему, абсолютно. Знаешь, и против зерга так же, наверное, играет. Может, он попутался, знаешь, немного. Да не, по-моему, он так всегда играет. Ну да. Гелиончики видят третью базу, палятся. Да, пошел Роучварин, будет он рычами отбиваться. Ну, блин, ну что не отменил-то, а? Вот как? Нельзя так тупить. Нужно отменять крипту-мор, который уже атакует, тем более не убили за первый выстрел. Да, бэнша пошла. Причем, может, с инвизом даже может быть. Да не, вряд ли ничего. Ну, уже поздно для инвиза. На этом этапе, да. Хотя, ну, инвиз может всегда пригодиться, на самом деле. Не, ну, тут уже просто эволюшн, хотя эволюшн до сих пор нет. Просто три пины, а эволюшн, что его там ставить? Раз, два, три секунды, 23 секунды и готово, знаешь. Пошла Макрохата и пошел Армори. Ну, халява, можно было бы наказать сейчас, на самом деле. Если был бы Хэппи, он за счет микросов этих собак бы без скорости отжег. На Квин бы он не обращал внимания. Ну, пины не наносят того ДПСа, чтобы какую-то серьезную угрозу представлять. Они больше мешают тем, что они блокируют путь, там могут стоять на рампу и просто не дать гелионам заехать. И первый роучий выходит, как же таймингово. Ну и все. Кстати, я сейчас замечал, вот возле натурала Тирана, какая-то непонятная статуя. Это даже не статуя, это... А где же? Какой-то когось огромнейший. А, да-да-да, я тоже это увидел. Типа, ну, то есть между мейном и натуралом вверх, когда поднимаешь, да? Да-да-да. Да, я тоже. Я на нее смотрел, зрители могут подтвердить, я на нее смотрел минуту, наверное, минуту, около минуты смотрел по камдату. И первые две бандшапы полетели. Кстати, я вот тут недавно сыграл с Тираном, который мне показал довольно прикольную стратегию. Это два старпорта после экспанда. Поверь, ты к ним обычно при нормальном развитии в экспанд ты будешь не только не готов. То есть там бандши без инвиза, но они просто, их когда там прилетает уже 4 штуки, это настолько просто нежданчик. Да, это страта еще с бета-весей. Ну, она... Ну, она... Нет, да-да-да, еще не добил Кейну. Что ж ты делаешь? Не, ну, одна большая вроде как... А Бутбок сейчас сделать еще пару выстрелов, на самом деле. Да, ну, ты сейчас уже похилили Кейну. Чуть-чуть недоконтролирует Тарсон, не знаю почему. Ну, одну большую точно уже Тарсону купил. Там на двоих еще... Сейчас килсов, по идее, было бы около 8, если я не ошибаюсь. Еще и рачи отжимают. Ну, да. А зачем на разведку от Саватера УЧС можно посадить с собой? Если, да, 25... 25 минералов просто, это же бесплатно. Это старая ошибка уже от Сливки. Я замечал раньше, что он вместо собак отправлял Роучей. Ну, ты знаешь, Роуч, он так внедряет... Это какой-то вселяет ужас, наверное, Террану. Так, а-а-а, там Роуч стоит, да он не боится, ничего. Ну, и пошли Торы. Торы тайминговые против какой-либо там... Если там была бы мута, хотя, если была бы мута, то тут сейчас бы залетели из-за отсутствия инженерок. Слушай, я-то заговорился, оказывается, Тарсон играет Тауна смех. Ну, да. Ну, три этих, три факты с Вич. А Сливка халявит не по-детски вообще. У него селестри рабочих уже сейчас на три локации. Кстати, действительно, мех я что-то тоже протыкал. Кстати, вот у меня с мехом вообще огромные проблемы. Я просто не знаю, чем должен зерк убивать мех после 15 минуты. Да ничем. Там просто, там рачи приходят и просто отдаются на разложенных танках. Ну, ничего там. То есть Терран приходит, раскладывается такой под просветками. Ну, такой, чтобы к нему не подбежали. И все, и стоит себе... Если Терран делается грамотно, то, скорее всего, зеркал влетает в любом случае. Просто я помню, и корейские мехы Террана, это просто не передать словами, там... Ну, сейчас Марин Кинг же начал играть в мех. У него сейчас Вин Рэ, ну, как ты понимаешь, человек выиграл там, и два МЛГа последних. Подожди, ну, его фишка была в Маринах, это не прикол. Сейчас он... Нет, он может быстро превратиться в Мэшен Кинг, и все равно аббревиатура МКП сохранится. И ты знаешь, этот есть такой ЕГЭ Мэшен, наверное, ты слышал про него? Игрок... Машина, да. Машин, да. И он такой, знаешь, сразу, у меня появился король, такой, окай. Там же. Ну и все, сейчас Сливка должен понять, по что играет Тарсон. Он до сих пор не видел композиции юнитов, не видел ни трех факторок, ничего не видел. И тут такие, смотри, два бравых морпеха. Лиань, лоу. Где-где-где? Ну, вот, смотри, два, ну, на третьей нычке, но они уже погибли. А зря. Так, зачем он морпехи-то при игре в мех? Ну, что, на зелнагах постоять. Ну, на зелнагах, вон, стоит у него морпех. Кстати, вычинивает Тарсон, наконец, от своей банши. Хороший, между прочим, у него очень микс, хотя много гелионов халявных. Ну, да, гелионы, в принципе, вообще такие юниты, и вот кидаются два микоза, и роучи просто все взяли. Забегают бейлинги, до свидания, в принципе. Ну, или да. Ну, если там бейлинги при адском пламени как-то страшно забегать, то, как бы, можно скорее больше потерять, чем получить. Ну, там больше роучи, которые там их просто... У нас по армии, получается. Итак, в принципе, стоимость армии абсолютно равная, фактически. У Тирана чуть армия подороже сейчас. Вот, ну, в принципе, если сравнить, что у Зерга больше рабочих, и у него меньше боевого лимита сейчас... Да. Да, в принципе, в принципе... И все, сейчас... И в армии, в теории, должна быть дороже, когда он добавит побольше себе лимита. Ну, Сливка сейчас выходит в хайв и будет делать бродвордов. И, кстати, а хайв-то, она натураля. Ты знаешь, вот в чем сейчас Тарсон? Не знает тайминга хайва, вообще не понимает, что сейчас происходит. И может получиться ситуация, при которой сейчас он придет, хотя нет, он уже выходит. Такой ситуации никак не получится. И Сливка сейчас... Он не доживет до бродвордов, Сливка. В смысле, если он отобьется, то в любом случае с бродвордами он должен затащить. Не, ну да. Ну, только это было... А, Сливка в разуме идет! О, хорошее решение, на самом деле. Ну, видишь, как Тарсон все это увидел. Заставляет вернуться Тирана, да, вот, и... Ну, ты знаешь, в чем минус? В том, что сейчас у Сливка нет лимита для того, чтобы построить караптеров. И поэтому бродворды сейчас просто не появится.